С ростом числа заболевших коронавирусом растет и число медиков, заразившихся вирусом. С чем это связано? Не получится ли так, что на пике лечить пациентов просто будет некому? Действительно, из медики идет передовом. Как они говорят, значит, контакт лицом к лицу идет с врачами, значит, пациентами, и как в ОЧГ, так и в больницах. Первая причина, это знаете, что у нас Айкаса-больница вообще не отвечает современным требованиям. Поэтому там инфраструктура, нет душевых, нет таких. Старые больницы, инфекционные отделения в заброшенном состоянии. Маломальские условия создали, это первая очередь. Вторая очередь, значит, мы обучались, средства недостаточности, защиты хватает. К сожалению, наши медработники сами нарушают правила гигиенические, поэтому заражаются. Иногда они приходят, собираются вместе кушать, вместе питаются в одном месте, поэтому они друг друга. Некоторые даже домой, из дома привозят, у некоторых зараженные есть контакты, а потом они передают на работе бывают. Вот такие несколько факторов. То есть ответственность, во-первых, и должна заниматься, значит, они должны знать, что соблюдать все правила, которые утверждены. Мы восемь алгоритмов разработали, пошаговые действия расписали им. К сожалению, имеется факт нарушения, и результатом является инфицирование именно работников, особенно санитарки, технический персонал. Врачи тоже, они в контакте бывают, поэтому имеется факт. Мы сейчас по каждому случаю расследование проводим. По расследованию, по результатам мы потом будем заключение давать, на основании заключения выдаются компенсационные выплаты.